всем привет с вами снова я дмитрий landblog мы с вами в прошлом выпуске обсудили что такое живая изгородь в этом поговорим из чего ее можно вырастить когда вы слышите слово сочетание живая изгородь о чем в первую очередь подумали даша путешественница поможет нам ответить правильно конечно же речь идет про ту западную смарагт в лучшем случае брабант если первый вариант со смарагтами это то вариант с брабантами самый частый прием который не вызывает никаких сомнений просто классический проверенный прием именно поэтому я вам сегодня расскажу про растение которые не часто используются в качестве живой изгороди и вызывают страх и недоверие но я постараюсь вас разубедить с ними можно управиться к выбору растений для живой изгороди надо подходить гипер основательно исходить из условий произрастания солнца или полутень легкие или тяжелые кислые или нейтральные почвы также напомню что живые изгороди можно делать как из хвойных пород так и из лиственных и те и другие прекрасно справляются со своей задачей кстати важно заранее определиться и с высотой живой изгороди это высокая живая стена от 3 метров средняя живая изгородь из видов высотой от 0 7 до 3 или низкий бордюра из видов высотой до полуметра начнем с высокой хвойных деревьев не так уж и много но все все равно выбирают тую да где-то она незаменима и универсально но вы удивитесь из чего можно сделать аналогичную живую изгородь это ель как обыкновенная так и колючая легко стрижется в любые формы хороший прирост твердый каркас другой вариант пихта бальзамическая пихта сибирская само дерево выглядит волшебно также будет выглядеть и ваша изгородь легко растет в полу тени небольшие приросты мягкая хвоя что дает возможность использовать посадки даже в непосредственной близости с дорожками или детскими площадками а какой аромат после стрижки еще одно надежное тени выносливое растение цуга канадская очень пушистая хорошо стрижется но приросты небольшие как по длине так и по форме лиственница это единственное листопадное хвойное растение но это скорее не минус а даже плюс каждый сезон дерево выглядит по-новому быстрый рост позволяет сформировать плотную изгородь всего за несколько сезонов и в завершении хвойного марафона сосна обыкновенная она отлично подойдет для высоких живых изгородей правда ее нижний ярус со временем скорее всего будет оголяться за сосной потребуется особый уход при этом все равно плоскости и плотности не получится добиться тем не менее сосна незаменима в природных и лесных проектах теперь давайте перейдем к лиственным вариантам крупных живых изгородей первое что приходит мне на ум это липа мелколистная и крупнолистная абсолютный фаворит созданий плотных стен отличная регенерация большие приросты возможность создавать любые формы клен генала также шикарно подходит под эти цели к тому же будет радовать вас своей декоративностью особенно в осеннее время с кленами есть одна особенность обрезки у них очень рано начинается сокодвижение боярышники кроваво-красный сливолистные другие они создают плотную кружевную стену которая к тому же может быть серьезным препятствием для различных животных в любое время года так как внутри боярских изгороди таится множество шипов что кстати и уход за ними превращает в особое колючее занятие еще из крупных лиственных можно использовать различные и вы иргу колосистую или круглолистную декоративные яблони сирень и другие растения лиственные виды живых изгородей хорошо формируются и легко поддаются стрижки из них можно как формировать строгую форму так и оставлять природную более свободно но в любом случае стрижку нужно проводить регулярно преимущество лиственных изгородей над хвойными неоспоримое весной и летом красивое цветение осень разноцветный окрас листвы зимой плотный каркас из скелетных веток различной формы и разного цвета побегов при регулярном обслуживании лиственные изгороди становятся настолько плотными что надежно укроет вас от глаз соседа на этой ноте я с вами прощаюсь но данная тема не закрыта про средний и малый ярус я расскажу вам в следующем выпуске пока